Сборная России в сухую уступила чехам в матче Евротура, газета «Ре-спорт.фарид Бектемиров» Автообновление сборной России, выступающая в экспериментальном составе, в сухую проиграла чешской команде в матче Евротура, пропустив шайбы от Петра Коукала, Доминика Симона и Михала Вандерке Через два дня подопечный Олег Азнарко получит шанс взять реванш у нынешнего соперника 60 завершен этот далеко не самый приятный для российских болельщиков матч Чехи одержали первую победу в этом розыгрыше Евротура, в сухую переиграв подопечных с нарко благодаря точным броскам Петра Коукала, Доминика Симона и Михала Вандерке Однако послезавтра у наших парней будет возможность реабилитироваться На этом газета «Ре» заканчивает трансляцию До новых встреч! 60 Тимкин и Клесла схватились на льду Евгений получил 5 плюс 20 Что ж, наверное, после такой неудачной игры нужно было выплеснуть эмоции 5 на 3 играют Чехи 59 Гулаш атаковал владение нашей сборной сходу Шарыченко выручил в ближнем бою 58 Ну вот, кажется, и все Не задал год до конца игры у россиян на площадке оказалось 6 полевых Фищенко будет отбывать штраф, а отыграть три шайбы теперь практически невозможно 55 успокоилась игра Чехи никуда не торопятся, а у россиян все валятся из рук 53 Ткачев прорвался на пятачок из-за ворот, но завершить атаку броском ему помешали 51 но вновь ничего не получается у наших ребят Сборная Чехии в полном составе, а время тает 50 как обидно Андрей Попов палил по воротам Салак отразил шайбу перед собой Но никого из наших не оказалось на добивании 49 и снова Заморский нарушает правила Есть еще надежда И не такие разрывы отыгрываются в хоккее за 10 минут 47 неплохой шанс был у Коукала оформить дубль Но Шаренченков на этот раз выручил после броска Чеха 46 нет, не идет у россиян игра в неравных составах Практически без моментов прошла эта двухминутка 45 до этого момента Салаку на прочность проверяли Григорьев и Киселевич Но голкипер справился с бросками 44 что ж, шанс для россиян Заморский получил 2 минуты штрафа, наша команда в большинстве 41 третий период стартовал 42-й период завершен Сборная России, играющая в экспериментальном, почти молодежном составе Уступает со счетом 0.3 Нашим ребятам пока не хватает сыгранности и хладнокровия в реализации моментов А Чехи свои голевые эпизоды реализуют на редкость удачно Это в качестве ответа автору твита Скажите, почему мы позорно проигрываем? Объясните Россия Чехия Неспак, собачка Дежнякова 5 февраля 2015-го 39 Товарищи хоккеисты, зачем вы заставляете женщин страдать? Я сейчас буду плакать Чехия, подчеркивание, Россия 3-2 Но во-первых, Салак играет блестяще А во-вторых, нашим форвардам пока не хватает уверенности и опыта 35 Да что ж это такое? Сборная Чехии ловит россиян на смене Длинная передача И Михал Вандерко точным броском поражает дальний верхний угол 3-2 34 Тяжело пока приходится российской сборной До конца игры еще очень много времени, но пока непонятно, за счет чего ребята знарка сумеют отыграться 33 После небольшого технического перерыва сборная Чехии укрепляет свой перевес Ручинский сделал пас из угла площадки на Симона, а тот не оставил шансов голкиперу 2-2 Иточие 0 32 Тем временем в полном составе играют чехи Ничего не сумели создать молодые россияне у ворот Салака 32 Да, нам тоже любопытно Что за плакат на матче Чехия-Россия, вы убили волчью стаю Что они имеют в виду? Андрей Собачка Шестаков подчеркивание НСК 5 февраля 2015-го 31 Вопрос от преданного болельщика Смотрю хоккей Россия-Чехия, и у меня есть вопрос Кто все эти люди напали Павел Калашников Собачка Калашников 5 февраля 2015-го 30 Подопечные из Нарка уверенно держатся в чужой зоне Но броски Яковлева и Кугрышева цели не достигают 28 Выдохнули Отбились россияне в очень непростом меньшинстве И теперь они поиграют в числе на перевесе Родил отправляется на скамейку для плохих парней за подножку 26 Какой момент у чехов? Разыграли они шайбу в большинстве И Адамский с трех метров стрелял в упор Спасает Шарыченков 25 Первое удаление в матче зарабатывает российская дружина Антон Глинкин отправился на скамейку штрафников за задержку клюшкой 22 Чехи снова, как и на старте первого отрезка Немного прижали российских хоккеистов Но на этот раз о подавляющем преимуществе говорить сложно 21 Вторая двадцатиминутка началась Продолжаем 20 Завершен первый период Чехи сумели начать встречу активнее и быстро открыли счет Но во второй половине периода россияне перехватили инициативу и создали несколько отличных моментов Правда, ни один из них голу так и не привел 18 Мощный выстрел от синей линии в исполнении Хафизулина, однако слишком неточный 16 Момент Слепышев классно ушел от защитника, выкатился на ворота, но бросок, к сожалению, пришелся прямо во вратаря 14 Боя до острая игра сегодня в Карловых Варах Сначала шестеркин не без труда справился с выстрелом заморски в ближнюю девятку, а затем россияне провели красивую комбинацию Александр Попов оставил шайбу Яковлеву А тот не сумел поразить дальний угол Двенадцать все чаще подопечные из наркостали угрожать владением Салака Григорьев прорывался по флангу, но Клесла остановил его силовым приемом Десять локтионов нашел партнера в круге вбрасывания, Калидов бросил, но Салак отразил шайбу Очень неплохая атака россиян Девять едва рикошет от конька защитника не привел ко второму взятию наших ворот К счастью, Слепышев, который пришел помочь защитникам, выбросил снаряд из сутолоки на пятачке Восемь локтионов бросал сходу, но заблокировали его выстрел защитники Семь неплохая попытка атаки, пока приходится отмечать и их у сборной России Яковлев из своей зоны сделал длинную передачу по чужую синюю линию Но Тимкин не смог оторваться от соперника Пять хоккеисты сборной Чехии пока играют заметно агрессивнее и лучше двигаются, но моментов немного Три сразу забивают Чехи Петр Коукал отличается на первых минутах Сразу вспоминаем, что чешская сборная вышла на эту встречу практически в оптимальном составе Вендерка уехал за ворота и выдал пас в центр на Коукала, а тут расстрелял в верхний угол Один матч в Карловых Варах стартовал Поехали 20-30 как и ожидалось Знарок в матчах с чехами проверит талантливую молодежь Подавлящему большинству игроков нет и 26 лет Состав сборной России по звеньям Вишневский Однако чемпионат КХЛ на этот раз останавливаться не будет, и это значит, что сборной России отчасти придется выступать в экспериментальном составе 20-20 в этом году не будут проводиться Шведские и чешские этапы проводиться не будут А после Кубков Карьяла и Первого канала сборные будут играть парные матчи друг с другом Так, сборная России проведет две встречи С чехами в период с 5 по 8 февраля В это время финны и шведы сыграют в Швеции Два матча с финнами в период с 15 по 19 апреля 2015 года в Финляндии Швеция и Чехия сыграют в Скандинавии И две игры со шведами в период с 22 по 26 апреля в России Матчи Чехия Финляндия состоятся в Чехии 20-15 вот и пришло время разобраться с новым форматом главного хоккейного турнира Европы Который в последнее время стал, по большому счету, не нужен никому, кроме хоккейных чиновников четырех стран 20 часов Здравствуйте, уважаемые любители хоккея Газета Начинает онлайн-трансляцию матча Еврохоккей-тура между сборными России и Чехии Читайте также